Специалист Алтайохранкультуры Елена Кабанова говорит, дождались. Ранее проект зоны охраны разрабатывали только для сереброплавильного, спички. Без этого документа нельзя было начать реставрацию. Он должен был определить, где точно проходят границы исторических памятников, какие работы можно и какие нельзя производить и так далее. Но федеральный Минкульт проект раз за разом отклонял. Новый же документ прошел на Урае в Москве и на общественных слушаниях в Барнауле. Может потому, что на этот раз описывает практически весь исторический центр города от Мамонтова до Гоголя, включая Демидовскую площадь, от Ленина до Радищева. Первое, мы определяем территорию, где мы проводим только реставрацию объектов. Второе, мы определяем территорию, зону регулирования застройки, в которой определяется плотность застройки, высотность застройки, какой объект мы можем разместить. В истории Барнаула объясняют в охранкультуре настолько детального единого документа, описывающего правила застройки и благоустройства исторического центра, еще не было. Теперь один закон будет действовать для нескольких кварталов, что расположены на территории туркластера. Для отдельных участков оговариваются даже детали. Например, заборы должны быть прозрачными. Новые здания стилизованы под старину. На старых никакого теперь сайдинга. Деревья оговариваются вплоть до пород. И, наконец, особое внимание будет уделено высоте новых зданий. Это от 9 до 14 метров. Самым высоким зданием в центре останется филармония. Такое ограничение, считают чиновники, охладит пыл любителей точечной застройки. На территории же Сереброплавильного новое строительство теперь вообще запрещено. Так что те, кто опасался появления на этой заповедной земле торгового центра, могут вздохнуть с облегчением. Илья Кчетков, Алексей Фризин. День с толком.